Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего лекционного занятия Классическая логика и язык пролог. По плану мы рассмотрим следующие вопросы. Базовые понятия языка и основные принципы создания программ на языке логического программирования, декларативная и процедурная семантика пролог-программ и процесс выполнения программы с помощью примера статистических базы данных. Язык пролог. Пролог, программинг и логик – самый популярный язык логического программирования. Язык основан на теории исчисления предикатов первого порядка и методах доказательства теорем. Основной метод вычислений – резолюция. Резолюция, что в переводе означает процедура доказательства, поддерживает декларативный, то есть описательный, стиль программирования. Программы конструируются в терминах точного определения проблемной ситуации, формулировки задачи без написания программы в виде последовательности инструкции по выполнению алгоритма. Значит, что истинно, а не как решить задачу. Программа на прологе определяет, является ли заданная цель истинной, достижимой, и если да, то при каких условиях значениях переменных. Процедурность пролога выражается в определении порядка действий по достижению цели. История пролога. В 1965 году в журнале Джон Робинсон представил метод автоматического поиска доказательства цели в исчислении предикатов первого порядка принципа резолюции. Работа Роберта Ковальского «Логика предикатов как язык программирования» был создан в 1974 году и заложила теоретические основы. В 1973 году группа искусственного интеллекта во главе Аллана Кальмэрео создала в Марсельском университете программу, предназначенную для доказательства теорем. Программа использовалась при построении систем обработки текстов на естественном языке, получила название «Пролог», «Прообраз пролога». Первая программа на прологе была написана в 1970-х годах во Франции в рамках проекта по пониманию естественного языка Мартин Ван Эмден из Эдинбурга «Экспериментальная демонстрационная система» совместно в 1976 году предложила два подхода к прочтению текстов логических программ – это процедурный и декларативный. В 1977 году в Университете Эдинбурга кафедры ИИ Дэвид Уоррен и Фернандо Порейро создали очень эффективный компилятор языка для АЭВМ Дек-10, прототип для многих последующих реализаций пролога. В 1980 году Кларк и Майкеп в Великобритании разработали версию пролога для персональных АЭВМ. В 1981 году стартовал проект Института по разработке методов создания компьютеров нового поколения. В 1996 году был опубликован официальный стандарт ISO языка пролог. Ключевые особенности Усилия программиста должны быть направлены на описание логической модели фрагмента предметной области решаемой задачи, в терминах объектов предметной области, их свойств и отношений между собой, а не деталей программной реализации. Пролог – язык для описания данных и логики их обработки. Программа на прологе не является таковой классической пониманием, поскольку не содержит явных управляющих конструкций типа условных операторов, операторов цикла и т.д., а представляет собой модель фрагмента предметной области, о котором идет речь задачи. Решение задачи записывается не в терминах компьютера, а в терминах предметной области решаемой задачи в духе модного сейчас объектно-ориентированного программирования. Пролог очень хорошо подходит для описания взаимоотношений между объектами, поэтому пролог называют релизионным языком. Достоинства пролога часто используются для создания систем управления базами данных, где применяются очень сложные запросы, которые довольно легко записать на прологе. В прологе очень компактно по сравнению с императивными языками описываются многие алгоритмы. Пролог-программу, как правило, очень легко писать, понимать и отлаживать. В прологу присущ ряд механизмов, которыми мы не обладаем традиционные языки программирования, сопоставление с образцом, вывод с поиском и возвратом. Для хранения данных в прологе используются списки, а не массивы. В языке отсутствуют операторы присваивания и безусловного перехода указателей. Естественным и зачастую единственным методом программирования является рекурсия. Основные области применения пролога. Быстрая разработка прототипов, прикладных, автогенерация кода, верификация программ и разработка высокоуровневых языков программирования, системы автоматического программирования, естественно-языковые интерфейсы для существующих систем, символьные вычисления, решение уравнений, дифференцирование, интегрирование, автоматическое доказательство теорем, проектирование динамических и реляционных баз данных и систем управления базами данных, экспертные системы и оболочки экспертных систем, автоматический перевод с одного языка на другой, система автоматизированного проекта и многое другое, что связано с искусственным интеллектом. Ключевые особенности. Области, для которых пролог не предназначен – это большой объем арифмических выражений и написание драйверов. Достоинством языка относятся сочетание декларативного и процедурного подхода, простые и легко понимаемые тексты программ, высокая степень модульности, обеспечивающая модификацию и отладку программ, эффективность реализации интерпретатора на всех типах ЭВМ, диалекты прологом. На сегодняшний день существует довольно много реализаций прологом. Здесь приведены наиболее известные – это турбопролог, SWI-пролог, визуал-пролог, микропролог и т.д. Но мы будем работать с visual-пролог, с учебной версией. На лабораторных, на практических занятиях мы будем рассматривать примеры именно на среде визуального программирования visual-пролог. В России были разработаны такие версии пролог, как пролог D, акторный пролог, флэнк. Области применения. Области применения декларативных языков, как и выше упоминалось, это создание систем искусственного интеллекта, разработка экспертных систем и оболочек экспертных систем, создание систем помощи, принятия решений, разработка систем обработки естественного языка, построение планов действий роботов и т.д. в современном состоянии. Существует, конечно, ряд среды программирования, но самым является распространенный visual-пролог, начиная с 7 и 3 версии. Данное программное обеспечение разрабатывается фирмой PDC, значит, Prolog Development Center. Тут приведен официальный сайт, вы можете эту программу обеспечения скачать вот по этой ссылке. Ну, там, конечно, в этих версиях существует turbo-пролог, под DOS, под MS-DOS, PDS-пролог и visual-пролог. Концепция логического программирования Терминология логического программирования взаимствована из логики. Логика познает принципы человеческого мышления. Логическое программирование – один из подходов к информатике, при котором в качестве языка высокого уровня используется логика предикатов первого порядка. Суть логического подхода заключается в том, что машине в качестве программы предлагается не алгоритм, а формальное описание предмета области и решаемые проблемы в виде аксиматической системы. Prolog является языком программирования, которое обеспечивает решение задач, выраженных в терминах объектов и отношений между ними. Программирование на языке пролог состоит из следующих этапов. Объявление некоторых фактов об объектах и отношениях между ними. Определение некоторых правил об объектах и отношениях между ними. Формулировки вопросов об объектах и отношениях между ними. Программа состоит из предложений, которыми могут быть фактами, правилами или вопросами. Пролог работает с тремя предложениями. Факты, правила и вопросы. Логическая модель представления знаний. Синтекс логических предикатов. В таблице переведено в первом столбце предложение на естественном языке и во второй синтекс логических предикатов. Если в предложении на естественном языке мы записываем машинное «красивое», то на языке «пролог» слово «красивое» будет являться предикатом, а «машинное значение». В логическом программировании эту запечность «красивая машина» мы будем читать как «машина красивая». Также следующее. Роза красная. Дальше. «Миша нравится машине, если машина красивая». Это записываем следующим образом. «Нравится Миша машина». Это будет читаться как «Миша нравится машина, если машина красная». База знаний. Факты в прологе служат для описания конкретных данных в простейших сведениях. Значит, естественный язык отношений – это факт. Значит, Зина – мамы Вовы. Значит, его записываем следующим образом. Образом предикат «мама». И в скобках пишем значение. Также тут предикат приведен «папа». Также значения пишутся в скобках. «Форма записи факта» имеет следующий вид. Значит, имя факта, либо предиката. Обязательно мы его должны записать. И дальше в скобках приводятся аргументы. Аргументов может быть очень много. Главным образом эти аргументы мы должны вначале описать. Какими они являются, они могут быть вещественными, числовыми, текстовыми и т.д. Каждый факт в прологе интерпретируется как некоторое истинное утверждение. Значит, все имена предикатов и аргументов должны начинаться со строчной латинской буквы. Вот в прологе это прямо заложено, что он все аргументы предикатов принимает только со строчной и латинской буквы. Тут нельзя применять в качестве аргументов русский алфавит. Русский алфавит только можем использовать при, например, текстовых предложениях и т.д. А так в основном все на латинце. Значит, перечисление аргументов через запятую. Каждый факт должен заканчиваться точкой. Аргументы определяются соответствующими типами. Количество аргументов и вид отношения определяется программистом и не меняется при выполнении программ. Это очень важные моменты при использовании фактов, ну, либо предикатов, так можем сказать. Значит, правила. Под правилами в прологе понимается наиболее общее утверждение об объектах и отношениях между ними. Правила используются для описания процедур, принятия решений и обработки данных. Пролог правил имеет вид фразовой формы. Значит, заключение. Обязательно ставится в двоеточие тире условия 1, условия 2 и т.д. до условия n. Заключение, значит, равно, имя правила, дальше в скобках перечисляются аргументы. Условия – это вызов факта и заключение. Языки, подобные прологу, считаются языками типа «Если то». Заключение истинное, если истинными являются условия, перечисленные в правой части. Правило позволяет вывести один из фактов из других фактов и или заключений. Правило – это заключение, для которого известно, что оно истинно, если одно или несколько других найденных заключений или фактов являются истинными. Значит, в этом слайде приведены стандартные типы аргументов. Значит, в первом столбце – это типы данных, символы. Второе ключевое слово – это чары, диапазон возможностей, все возможные символы и примеры. Значит, все символы, которые мы в одинарных скобках, они их будут применять как символы. Далее – целые числа интейджа. Тут приведен диапазон целых чисел и примеры. Действительные числа – реал. Тоже диапазон и примеры. Строки – стринг, последовательность символов. Значит, строки заключаются в двунарных скобках. В двунарных кавычках. Символьная константа – сумбол. Также тут диапазон. Значит, последовательность букв, цифры, подчеркивания, начинающие с маленькой буквы или большой русской буквы. Последовательность любых символов, заключенных в двунарных кавычки, используется тогда, когда имя должно начинаться с большой латинской буквы или содержать пробелы. И файлы – тип файла, допустимые имя файла. И тут приведены файлы mail.txt.beardless.dba. Вопросы. Вопросы в прологии служат для записи простых или сложнососоставных запросов к базам знаний. Ответами на запросы к базам знаний могут быть логические знания yes или no, или список конкретных данных, отвечающих запросу. С помощью запросов можно спрашивать базу данных о том, какие утверждения являются истинными. Запрос называется целью goal. Простой запрос. Значит, goal – имя факта или правила. Дальше следует аргументу. Либо сложный вопрос. Значит, вопрос в вопросе. Пролог включает механизм вывода, который основан на сопоставлении образцов. С помощью подбора ответов на запросы он извлекает хранящуюся в виде фактов и правил известную информацию. Пролог пытается проверить истинность гипотезы, запрашивая для этого информацию, о которой уже известно, что она истинна. Прологовское знание о мире – это ограниченный набор фактов или правил, заданных в программе. Значит, тут переведен родственное отношение. Кет и Том являются родителями Боба. Том является родителем Лиз. Боб и Мэри являются родителями Эн. Боб является родителем Пэт. Пэт является родителем Джули. Знание предметной области. Отношение родителей между объектами кто, чей. Значит, мы тут используем предикат parent и два аргумента его. Кто, чей. Значит, фактами является то, что Кет является родителем Бобом. Том является родителем Боба. Том является родителем Лиз. Боб является родителем Эн. И так далее. То, что вот говорилось на естественном языке, значит, с помощью фактов мы можем его записать. С помощью предиката parent и в скобках написать значение. Вопросы к базе знаний. Go parent, Боб, Пэт. Боб является родителем Пэт. Да. Parent, Боб, Мэри. Боб является родителем Мэри. Конечно же, ответ нет. Перемены в запросах кто родитель Лиз. Значит, он будет сопоставлять с данными предикатами. И будет ответ Х том. Значит, отцом Лиз является том, кто является чьим родителем. Следующий запрос идет. Здесь, значит, будет также сопоставляться с каждым предикатом. И, соответственно, ответы будут следующими. Значит, Х равен Кэт, Игрик равен Боб и так далее. Значит, кто является родителем родителя Джули? Следующий запрос. Значит, Go parent Y Джули, parent XY. Значит, родителем родителя Джули является, конечно, Боб. А родитель Джули – это Пэт. Кто внуки Тома? Следующий запрос. Go parent Tom Y, parent YX. Значит, внуками Боб является N и Пэт. Так, структура программы на языке пролог является, значит, Domains. Здесь мы описываем типы данных, имя нового типа и известный тип. Дальше Predicate. Значит, в этом разделе мы обязательно должны описать предикаты, используемые в разделе Clause's. Значит, какие имя не являются, аргументы предиката. Значит, обязательно пишем имя предиката. Дальше в скобках пишем типы переменных. Символьные, текстовые, вещественные, целые и так далее. В разделе Clause's в этом разделе мы будем описывать соответствующие факты. Значит, он является базой знаний. И Go запрос. Да, этот раздел мы можем описать в структуре программу, либо, когда мы запускаем его на выполнение, автоматически, значит, запрос выходит нам на экран. Далее выводы. Значит, язык пролог является классическим языком парадигмы логического программирования, основан на декларативном стиле, автор пролога Алан Кальмэрэо из Марсельского университета, разработавший первую версию языка в 1973 году. Пролог используется во многих областях, связанных с искусственным интеллектом. Существует множество разновидностей пролога. Один из самых эффективных версий SWI пролог, визуал-пролог изучений, которые будут уделены времен на практике. И тут у нас приведена литература. Значит, использована литература во время написания лекции. Спасибо за внимание. Наше сегодняшнее занятие завершилось. До следующих встреч.